Всем привет и добро пожаловать на мой канал EnслиPlay. Сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в Вичкрай. Под прошлым видео вы помогли мне найти применение некоторым предметом. Именно поэтому сегодня мы попытаемся пройти эту игру заново. Не знаю, получится у нас или нет, но я надеюсь, что получится. С графиком мы строим все то же самое, с трехи вообще все то же самое. Буду играть на норму или не спрашивайте, почему ни на тяжелой, ни на экстриме. Вообще, если я смогу пройти эту игру на норму или то потом я попытаюсь ее пройти на уровне сложности тяжело. Это все я читать не буду, потому что я все это уже знаю и читала в прошлом видео, поэтому если вам интересно, что же там было написано, то можете или остановить на этих моментах, или пересмотреть мое прошлое видео. Здесь нам нужно взять этот ключик, вставить его в замочек и выйти с этой клетки. Почему меня посадили в клетку, я так и не поняла. Можно было бы просто закинуть меня на чердак и все на этом. Но ей, видимо, в голову взбрело, что детей нужно сажать в клеточку, откармливать и как мороженщик делать из них мороженое. Так, первое, что мы будем делать, это, конечно же, берем носочек и надеемся, что ее здесь не будет. Потому что если она сейчас выйдет откуда-то из какой-то караганды, то будет вообще не очень. Так, носочек. Нос, нюхай. Нос, носочек. Нос, носочек. Что с моим русским? Так, я как узбек разговариваю, вот серьезно. Где ведьма? Мне очень интересно, где она? Сейчас, на данном этапе, мне нужен, конечно же, ломик. Но где он может быть? Скорее всего, он... А где ведьма? Ведьма здесь? А ведьмы здесь нет. А ведьмы здесь нет. Так, хорошо. Ломы тоже нет. Ладно, руна. Хорошо, руны. Это хорошо, конечно же. Только вот если сейчас ведьма выйдет и меня увидит, это будет не очень, потому что... О, кстати, лом. Я нашла его. Если сейчас эта карга откуда-то вылезет... Блин, а я даже не могу сказать, где она, потому что она может быть как на первом этаже, так и на втором этаже. Но, скорее всего, она на первом этаже, просто я ее не вижу. Тут столько запасных выходов, конечно, у нее. Откуда можно за меня прыгать? Ой, за меня, говорю. За мной побежать, оббежать. Все, мы открываем этот чердак. Отлично. Теперь мы можем здесь свободно прятаться. Но здесь что у нас есть? Так-то мы можем здесь открыть нам еще один проход запасной. А также мы можем взять с собой детский рисунок с часами, который нам очень даже пригодится, когда мы будем настраивать эти часы. Кстати, в прошлом видео я спрашивала, где же мне найти вторую стрелку для часов. И многие из вас написали, что, оказывается, можно использовать вилочку. Обыкновенную вилочку, которая, скорее всего, находится или на кухне, или в столовой. Ну, или... Мне кажется, что в зале тоже она, в принципе, может находиться. Вообще вилка может находиться где угодно, потому что это дом ведьмы. Возможно, она кого-то хотела заколоть. Я не знаю, какие намерения были и какие намерения были уйти. Ой, уйти, конечно, у этой вилочки. Вообще можно было бы пройти эту игру по-читерски с помощью шарика для телепортации. Но я подумала, что это слишком уж прям вообще. Надо учиться, проходить игры нормально. Если есть предметы, то проходите с предметами. Даже если там есть какие-то читы, возможно, не знаю, какие-нибудь штуки, пытайтесь проходить игры нормально. Потому что до этого я всегда проходила с читами. Или... О, на призраке! На-на-на-на-на-на-на! Я ее не видела. О, кстати, руна. Отлично. То есть нам нужно три руны для двери. Одна у нас есть. У змеи вторая на полочке. И третья у ведьмы. Отлично. Но, видимо, нам также нужно еще взять волшебную палочку. Кстати, мне интересно было всегда проверить. Посмотрите, она якобы застревает через текстуры. Если мы сейчас выйдем, то она на самом деле застряла или же нет? Потому что если нет, то... Эх, банально очень даже. Ладно, пока что она там. У нас есть время пройти в столовую и попробовать поискать вилку, которой нет. Потому что так-то она должна быть по-хорошему в пироге. Но ее здесь нет. Ладно. Шарик для телепортации мне тоже очень пригодится. Кстати, где она? Ой-ой-ой. Сейчас, если она спустится где-то неоткуда... А, вот она. Сейчас она меня увидит, да? Она меня увидела? Нет еще? Увидела! Ну нет! Ну ведьма! Ну Вич край! Ну что же ты делаешь? Зачем ты идешь за мной? Отстань! Я невкусная, как я говорила. Я невкусная. Где моя любимая вилка? О! Вилочка! Отлично! Вилочка есть! Шарик мы как бы бросаем туда. Я надеюсь, что он сам по себе упадет. Я надеюсь. Пожалуйста! Ведьм! Ну давай успокойся. Ну пожалуйста. Давай поговорим. Поговорим по душам. Я выслушаю тебя, ты выслушаешь меня. И вообще ты меня отпустишь. Я же знаю, что ты очень хороший человек. Так, смотрите, вилка. Отлично! Теперь нам нужно пробраться каким-то образом к часам. И я... А где ведьма? А шарик упал, да? Ну скорее всего. Если сейчас она будет здесь. Где-то здесь. Да. А-а-а! Нет! Ее нет! Ее нет! Ну давай вставляйся! Вставляю. А где рисунок? А вот, кстати, рисунок. Нормально. Ага, маленькая стрелка ТД. Большая стрелка ТД. Ясно. Я не разбираюсь в этих часах. Простите, конечно же. Но смотрите, как я поняла, время 10 часов. Сколько-то там минут. Отлично. Перо вылетело. С помощью этого пера мы должны пощекотить того великана. А если быть точнее, то ногу великана. И где она? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ведьм. Ведьм. Ой-ой-ой. Если к ней сейчас слишком близко подойти, то она меня сцапает. Каким образом, я, конечно, не понимаю, но пока что там она агрится. Мы можем спуститься и пойти к великану. Мне кажется, что, возможно, я не успею ему пощекотить ножку. Но все-таки стоит попробовать, потому что была не была. Он так долго щекотится! Вы чего это? Капец. Ужас. Пожалуйста, ведьма, не приходи. Пока что не приходи. Он должен был отпустить руку. И если я сейчас подниму эту руку, то ведьма 100% придет ко мне. Мне кажется, что сейчас она спустится прям тем... Да, тем же путем, что и до этого. Но сейчас мы можем присесть, и она меня, в принципе, не увидит. Давайте проверим. Где она? Она должна была уже давным-давно спуститься. А, ее нет. То есть, скорее всего, она пошла в столовую. Или же она возле камина. Но возле камина ее тоже как будто бы нет. Интересно. Очень даже. И где она? Нет ее, нет ее, нет. О, есть она. Она появилась. Она появилась. А она была возле книжных полков. Ведьма, пожалуйста. Да почему ты бежишь за мной постоянно? Давайте подождем ее здесь. Спустимся вот так. Сейчас что нам нужно? Нам нужна... Нам нужна рука. Я поняла. Рука. Быстро берем. Ставим. Давай. Рука, ведьма. Отлично. А теперь мы быстренько убегаем. Она же где-то на первом этаже. Так ведь? Так ведь. А все нагуманилось вроде как, да? Ну, если сейчас она меня увидит, то, конечно же, она опять за мной погонится. Она меня увидит. Ну, ведьма. Все, Плакс, отстань. Отстань. Вич. Два метра дистанция. А то заразишь. Пожалуйста, соблюдаем дистанцию. Да. У нас есть рука ведьмы. А, соответственно, я надеюсь, что она сейчас сюда не поднимется. Потому что если поднимется, будет просто катастрофа. Я от нее не убегу. Вот серьезно. И мне кажется... О, винил. Отлично. Рука ведьмы. Рука ведьмы. О, куда? Господи, она меня так напугала. Я вообще не ожидала ее здесь увидеть. Каким образом это так получилось? Вот смотрите, сейчас она уйдет. И будет очень страхово спускаться. Потому что она может зайти или в ту комнату с вонючим носком. Или же она спустится вниз. И чтобы это увидеть, мы должны встать сюда и посмотреть, спустится ли она на самом деле... Ты должна была спуститься вниз, карга! Ну, зачем ты идешь ко мне? Ну, что же ты за... О, господи. Ладно, прячемся. Ты меня не видела. Меня здесь нет. Кукусички, пока. Меня здесь нет. Так. Все, хватит. Она уходит. Это уже хорошо. Это прогресс, я считаю. Вот только если сейчас я опять как-то не так встану и она меня увидит... Это просто что-то будет. Это что-то... Оп! Хлеб. 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 А, звука нет. Значит, она сюда не пошла. Она меня не увидела. Это очень хорошо. Теперь мы можем бежать. Так ведь? Так ведь? Только вот она может находиться или теперь в своей комнате, или же она находится вот на этом спуске. Но нет, подождите. Ее здесь нет. Странно очень. Если она сейчас находится в своей комнате, то мне это, конечно же, нужно проверить. Ну, вроде как ее здесь нет, поэтому быстренько закрываем дверьку. Ставим винил в пластинку. И, конечно же, забираемся в шкафчик. Так, отлично. И ждем ее. Ждем. Я надеюсь, что она придет сюда намного быстрее, чем это могло бы быть. И где она? Ну, ведьм. Отлично. Карга пришла. Карга на месте. О, она уже в пластинке. Все. Она начала рыдать под свою грустную песню, поэтому сейчас мы можем выйти, забрать у нее волшебную палочку. И вуаля. А рогатку-то мы выронили. А почему нельзя и рогатку, и палочку вместе таскать? Рогатка это же типа мое собственное, а палочка это ее собственное. Но я забрала у нее палочку, и в итоге она осталась без ничего. Вообще-то я и оставила свою рогатку. А рогатка это моя фамильная ценность. Это моя фамильная ценность, между прочим. Здесь есть листочек. И если мы не посмотрим эту страницу книги, то мы не сможем колдовать вот именно вот это заклинание. Поэтому обращайте внимание и запоминайте, где находятся порванные страницы. Тукс, тукс, тукс. Вот сейчас мне хочешь, не хочешь, а нужно знать, где она. А я не знаю, где она. Хм. Хм. Ах, ведьма, ведьма. Вот сейчас я куда иду? Мне нужно найти еще некоторые страницы из порванной книги, чтобы научиться нормально колдовать. Но сейчас, вот именно сейчас, я хотела пойти к змейке и попробовать... Ну, я поняла, что ты мне ее не даешь. Ну, хотя бы палочкой. А как ее давать? А, вот так. Все, молния, раз, два, три. Палочка, замри. И все. Наконец-то руна моя. Да, в смысле не моя? А в смысле не моя? А как? Так, ладно, я поняла. Там было еще... Вот, точнее, там было еще одно заклинание, которое должно было превратить змею в веревку. Хорошо. Но, давайте попробуем его. Оно когда так рисуется, вроде как. Я вспомнила! Оно не действует, потому что я не находила этот порванный листок. А где он может быть? А, я вспомнила! Нам нужны вот эти вот руны для телепортации. Чтобы рунами для телепортации пользоваться, нужно сначала посмотреть листок. В общем, я наконец-таки сюда прибежала. Мне нужна руна, которая где-то здесь валялась. А, вот она, кстати. Отлично. Ведьмы пока что нет. Телепортируемся. Отлично. Опа! Америка, Европа. Мой шарик, на самом деле, успел укатиться сюда. Вот, кстати, эта страница из порванной книги, которая превращает змею в веревку. Соответственно, запоминаем, как она рисуется. Вообще, мне кажется, что там без разницы, как рисовать. Самое главное, как она рисовать. Сейчас выходим быстренько. О-ой-ой-ой-ой-ой! Не надо! Не надо! Меня здесь не было. Ты ничего не видела. Никого не слышала. Давай-давай. Ну, ну, ведьма, ну давай ты уйдешь куда-нибудь подальше, а я выйду. А мне интересно... Чего? Ооо, вы видели это? Это что такое? Ведьма! А можно на ней как-нибудь использовать заклинание? Я поняла. Я поняла. Я не успею. Тем более, у меня осталась только одна молния. Поэтому пока! Всего хорошего, ведьма. Пока-пока. До скорых встреч. Хотя я не думаю, что с тобой еще раз увижусь. Мне нужно подняться быстрее сюда. Если сейчас... Она опять поднимется сюда. Это будет катастрофа. Сколько раз я могу произносить слово катастрофа? Мне кажется, моё слово катастрофа... Моё слово... Вот именно моё слово катастрофа... Это просто... Так, пробуем на змейке. Змейка. Раз, два, три. Змеечка, верёвочку, оберни. Точнее, верёвка, змейку... А, нет. Верёвка, в змейку... Нет. Змейка, верёвку, оберни. Или верёвку, в змейку... Нет. Верёвка, в змейку, оберни. Раз, два, три. Верёвка, в змейку, оберни. Нет. Раз, два, три. Верёвка, в змейку, оберни. Верёвка, в змейку... Ой, верёвка, в змейку... Да что вообще такое? В общем, я нашла две руны. Мне нужна ещё одна. И она находится у ведьмочки, моя любимая. попробуем против нее тут а почему я сейчас буду кричать почему не сработало ты потому что а может потому что это из того что она слишком близко ко мне стояла то есть надо кладывать на дальнем расстоянии но тоже интересно очень даже хорошо попробуем и хорошо говорю а змейка у нас опять веревочка да скорее сюда только я не поняла где мне найти последовательность в которой нужно расставлять эти руны потому что я вроде как больше никаких страниц не видела в книге сейчас посмотрела тоже ничего нет ну тогда мне кажется что мы будем просто пытаться каким-то алгоритмами там все это внести занести поставить не знаю возможно что-то получится но я в этом конечно же не уверена где она мне сейчас срочно нужна ведьма потому что у нее находится последняя руна отлично ведьмочка привет привет стопы раз два три жопу подожди отлично у меня руна есть сейчас мы ее поставим и и а в куриная лапка сначала значит да куриная лапка но я думаю что если сейчас она меня догонит пока я буду эти руны ставить будет как-то вообще не фартово поэтому сейчас мне нужно ее каким-то образом занести точнее в общем чтобы она поднялась сюда сама я спущусь конечно же побегу к той дверьке я ее таким образом обману и если она выйдет она выйдет с кухни вообще-то да ладно куриная лапка потом какая-то недомолния стоит и потом вот эта вот непонятная веточка отлично выход я прошла игру вы серьезно не хотите сказать что я прошла игру наконец энсли смог открыть дверь и выбраться из дома недолго думая он бросился в лес энсли бежал со всех ног пока совсем не устал и вдруг услышал голос эй ты энсли с испуговым вернулся и увидел маленькую голову выглядывающую из кустов не успел ничего сказать или сделать как из-за ветвей вышла девочка и подошла к нему эта палочка ведьмы взволнула но спросила она глядя на нее энсли с опаской вытащил палочку и угрожающим жестом направил ее на девочку ха 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 не смеши палочками могут пользоваться только маги оскорбленной энсли указал волшебной палочкой на маленькую змейку ног девочки и змейка превратилась веревку девушка посмотрела на энсли широко раскрытыми глазами и улыбая сказала кажется мы с тобой станем отличными друзьями конец первой главы я прошла вот это да ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал если вам понравилось это видео а также не забывайте оставить свои комментарии ведь вам не сложно а мне приятно всем пока